Здравствуйте! В эфире ток-шоу «За семью печатями». Меня зовут Кристина Пугачёва. Всем нам известно выражение «любовь до гроба». Но, к сожалению, многие готовы воспринимать его буквально. По статистике, 20% от общего числа бытовых убийств совершаются на почве ревности. Если перевести это в реальные цифры, то получается, что каждый год около 5000 жителей России гибнут от любовного треугольника. Как тут не вспомнить знаменитую французскую народную сказку «Синяя борода» о коварном муже, который убивал многих жен. Эту сказку обработал Шарль Перро. Известно, что прототипом для главного героя был реально существующий человек – Жиль Дере. Подобных ревнивцев и деспотов немало и сейчас. Достаточно вспомнить известный случай, когда паралимпийский чемпион по бегу Оскар Писториус из ревности убил свою девушку, известную телеведущую. К счастью, не всегда в жизни все так страшно, но, согласитесь, чувство ревности знакомо каждому из нас. Так что же это такое? Проявление любви или просто взыгравшее чувство собственности? Нужно ли бороться с ревностью и как это делать? Итак, тема нашей сегодняшней передачи – ревность. Разобраться с этим вопросом и снять печати тайн нам помогут наши эксперты. Наш постоянный эксперт-психолог Светлана Александровна Шевлякова. Еще один наш частый гость, уже практически резидент программы Юрий Зайцев. И специальный гость Ольга Александрова. Считается, что ревность – это одно из самых древних чувств человека. И в первобытности оно помогало нам сохранить моногамный тип семьи. И возникало оно, конечно, больше как инстинкт. Сейчас, когда уже больше разум преобладает в человеке над инстинктами, я надеюсь, ревность все равно проявляется очень часто. Светлана Александровна, вы согласны, что мотив ревности действует автономно от нашей разумной природы? Да, это я согласна, потому что в человеке все-таки сохранение чувства собственности очень сильно обладает. И прежде всего пара, человек, который желает сохранить свою подругу или друга, связана с тем, что он боится ее потерять. И прежде всего это страх, и он всегда связан с эмоциями. Поэтому прежде всего сначала мы эмоционально реагируем, а потом уже мы начинаем размышлять и задумываться над этим. И поэтому в некоторых культурах молодежь, обучаясь следующим таким позициям, говорят, будьте спокойны, как гладь озера. Не принимайте очень быстро эмоциональных решений. Дайте себе некую паузу, обдумать все, что с вами происходит, и только потом принять какое-то решение. Но в любом случае ревность — это очень сильное эмоциональное переживание негативного характера. Поэтому оно, конечно, превалирует над разумом. А кроме боязни потерять своего дорогого человека, есть ли какие-то другие стороны у ревности? Да, у ревности много сторон. Он прежде всего… Ну вот причины этого сильного переживания негативного, они есть и педагогические сначала, говорят о том, что это издержки воспитания. То есть человек, ревнующий человек, он прежде всего эгоцентричен. То есть это чисто детское такое состояние инфантильное, когда человек все подчиняет себе, он потребитель. И все, что его окружает, должно принадлежать ему. Даже человек, его чувства и его тоже переживания другого человека. Но есть еще и психологическая причина этому. Это, во-первых, очень серьезное и глубокое чувство неполноценности, которое очень сильно скрыто даже от самого человека. Потому что прежде ревность, она продиктована страхом сравнения. И не в лучшую сторону. То есть человек боится, что сравнивая с ним, он потерпит фиаско. И поэтому ревнивец всегда так очень оберегает, сильно контролирует своего партнера и оберегает его от такого сравнения. То есть он не дает ему возможности сравнить его с кем-то другим. Не зря, когда говорят о ревности, возникает понятие любовного треугольника. Всегда есть ревнивец, есть тот, кого ревнует, и есть тот, кому ревнует. Не кажется ли вам неправильным и нелогичным? Ну не всегда же бывают любовные треугольники. Иногда это то, что называется накручивают, выдумают. Вот как раз страх, как наш психолог-эксперт сказал, Светлана, что есть страх. И человек накручивает себя. Он мне там изменяет или изменит, или может изменить. Хотя такого и в природе не было. Выливает на человека. Так или иначе есть какой-то образ того, с кем он мог. Пусть он даже совершенно мифический и надуманный. Но агрессия при этом не на соперника выливается возможного, а как раз на человека, который, возможно, даже ничего и не сделал. Можно ли как-то это объяснить? Потому что чувствует другого человека, своего супруга, супругу своей вещью. Это какое-то рабовладельчество, когда, ну не знаю, вот уважаемые зрители наши, как раз, вам бы понравилось, если ваш любимый человек воспринимал вас как вещь. Вот как компьютер, как телевизор, не знаю, как сотовый телефон. Вот вы для него вещь. И мне кажется, это никому бы не понравилось. Поэтому ни о какой любви там, я думаю, и говорить не стоит. Ревность, да, чувство полностью собственническое, когда человек сравнивают с вещью. А как вообще может проявляться ревность? Бьет, значит, любит. Ну, я могу сказать, что ревность, во-первых, проявляется в контроле, да, в первую очередь. Когда люди начинают влюбляться, во-первых, ревность сопровождает влюблённость. Чувство любви ревность никогда не сопровождает, потому что любовь — это глубоко осознанное чувство, оно выстроенное, оно спокойное. И когда человек уже доверяет другому человеку, тогда мы можем говорить о любви вообще таковой, какая она философски воспринимается нами. Ревность может проявляться не обязательно, когда возникает любовный треугольник. Она может возникнуть просто вообще. Это у женщин, это свойственно вообще. Просто если у человека есть такое обострённое, очень сильное чувство тревоги, оно как личностное качество, он, в принципе, не доверяет никому, он не доверяет миру, поэтому он контролирует его. И как только его партнёр выходит из поля его зрения или из-под контроля, тогда возникает постоянно чувство тревоги. Я же не вижу, чем он занимается, я же не знаю, что он делает, поэтому он должен, вот, поэтому чувство ревности возникает. Вот этот механизм, он, конечно, нам знаком, но далеко не все, не у всех народов так происходит. Есть жители Маркистских островов, у них вообще практически полная свобода в отношениях, и мужчина, если и может приравновать свою жену, то только тогда, когда он пьян и не контролирует свои эмоции. А в Японии вообще женщина, в принципе, должна всегда угождать своему мужчине, делать всё для него, независимо от того, как он себя ведёт. То есть она даже не имеет права ревновать. Ольга, как вы считаете, достойен такой пример подражания? Ну, в принципе, да. Я считаю, что достойна. Должна ли женщина ревновать? И вообще любой человек? Всё должно быть в меру. Она может ревновать, но беспочвенно и без повода этого не должно быть. А как же быть, когда есть подозрения? Задержался человек, не отчитался, и уже женщина начинает накручивать себя. Мы сталкиваемся с тем, что наша культура, она построена мужчинами, патриархально. В связи с чем вспоминается такой анекдот, в том числе и про ревность. И как раз политика двойных стандартов, существующая в нашей культуре, в том числе вот как раз пример, который вы привели в Японии. Как раз в Японии вот этот патриархальный тип, который ещё в иудейской традиции есть, в Библии сохраняется дубаица, жена мужа своего. Вспомните такой анекдот. Его часто в ВКонтакте печатают. Значит, если одним ключом можно открыть несколько замков, это хороший ключ? Вот одним ключом можно несколько замков. Хороший ключ? Хороший. А если вот замок можно открыть любым ключом, это хороший замок? Прекрасная иллюстрация. Прекрасная иллюстрация двойных стандартов. Которая существует в нашей современной культуре. Как ни крути, ревнивец всё равно в каждом из нас есть. В той или иной степени. Конечно, зачастую ревность иногда проявляется очень страшно, даже опасно. Причём как для самого ревнивца, так и для объекта ревности. Конечно, если говорить о литературе, наверное, все знают Отелла или Кармен. А вот в реальной жизни вам приходилось сталкиваться с какими-нибудь такими жгучими, яркими проявлениями ревности? Ну, это везде встречается, зачастую встречается. Люди теряют над собой контроль. Мы также можем это наблюдать на экранах телевизоров. Показывают, чем это заканчивается печально и трагично. Итак, с помощью наших гостей, экспертов, мы пришли к выводу, что ревность — древнее чувство, зародившееся давно в нас. И прежде всего оно связано с инстинктом обладания чем-то и кем-то. Конечно, вряд ли его можно назвать конструктивным. И в связи с этим возникает вопрос, как бороться с ревностью и вообще нужно ли это делать. Неотрывно от вопроса ревности идет вопрос измены. Иногда это какие-то надуманные ситуации, иногда действительно у ревности есть хороший реальный повод. Как быть, когда возникает желание не только чувства собственности, но и желание какой-то мести? Может быть, изменить в отместку или как-то иначе, физически или морально проявить это? Типичная такая женская реакция, наверное, распространенная — это действительно изменить в отместку. Ну, я могу сказать, что да, это очень распространенная реакция. Изменить в отместку — это первое. И потом наказать виновника или виновницу. Им кажется, что измена произошла только потому, что третье лицо что-то там сделало, перетянуло на свою сторону, увела, увел и так далее. Но вообще-то, когда такая ситуация происходит, психолог советует человеку, потерявшему любимого, который от него ушел, задуматься о том, а что, собственно, произошло. Почему человек ушел? Почему ему перестало нравиться быть с тобой, исчезла зона комфорта? Может быть, не потому, что, допустим, покинутый человек в чем-то был виноват. Может быть, он давал повод потреблять себя, да, и кончилось потребление, и человек ушел. Просто он насытился этим. Или, может быть, наоборот, он потреблял другого человека, тот устал и просто удалился. То есть в любом случае, когда это происходит, нужно не искать врагов на стороне, не искать в темной комнате черную кошку, а нужно сесть и задуматься, почему у меня не получились отношения с этим человеком. Как говорил Шекспир о ревнивцах, они не нуждаются в поводе, а часто ревнуют совсем не по поводу, а просто потому, что ревнивы. Может ли быть вообще человек, который лишен напрочь чувства ревности, который логически вот так все раскладывает? Вот сейчас мы говорим о путях ухода от ревности и от ее проявлений. Ну, гипотетически, да. Я хочу сказать, что человек самодостаточный, он, возможно, переживет какую-то кратковременную эмоцию, но с этой эмоцией справится, и если он увидит, что другой человек изменяет, он дает ему возможность быть собой, и при этом он его не ревнует. И я хочу сказать, что это больше свойственно для людей уже среднего возраста, более старшего возраста, которые уже утвердились в себе, выросли личностно, и это, знаете, не единичный случай, и отношения становятся гармоничными. Чем больше ты даешь свободы другому человеку, тем меньше он хочет этой свободой воспользоваться. Я хочу вот этот вот... Вы согласны? Я хочу этот принцип предложить молодежи. Мне кажется, абсолютно неревнивых людей, наверное, нет. Все-таки мы люди, испытываем эмоции, мы же не роботы, что полностью логически думать. Просто кто-то с ними справляется и не показывает вид, а кто-то не справляется и эмоционирует очень сильно. Ну, ревность — это страх, страх потери. О страхе говорил и Сократ в отношении женщины, он говорил, что добродетельна та, что верна не из боязни, а та же, что верна только из страха, в принципе, не верна. Поэтому страх присутствует так или иначе, мне кажется, даже в самых гармоничных отношениях в какой-то степени ты все равно думаешь, что возможно что-то случится, и ты можешь потерять своего любимого человека по каким-то причинам. Как вот сделать так, чтобы отношения не держались на страхе, чтобы ревность не возникала из страха? Нужно вообще об этом не думать. А возможно ли об этом не думать? Возможно, конечно. Надо найти своего человека. Ну, я могу продолжить. Нужно просто, знаете, не думать, потому что нас управляет нами, нашей жизнью и отношением эта установка, которая у тебя есть по отношению к другому человеку. Если изначально ты начинаешь встречаться с человеком и думаешь, а вдруг он там не изменит, или вдруг мы с ним расстанемся, и я очень боюсь его потерять, то это все отравляет отношения нынешние, на сегодняшний день. Мы как психологи очень просим тех, у кого пока не гармоничные отношения, которые на страхе базируются, на ревности. Мы говорим о том, вы живите вместе, радуйтесь тому, что вас окружает. Вы не думайте о том, что вы когда-то можете расстаться, потому что мы все равно когда-нибудь расстанемся. Даже если будем сто лет жить вместе и вместе умрем в один день, мы все равно расстанемся. Поэтому вообще не надо об этом думать. Вы думайте о другом. Вы думайте о том, как украсить ваши отношения, как сделать их гармоничными и как сделать друг другу приятное. То есть мы учим не заставлять себя любить, а вызывать чувство любви к себе. А поэтому это огромная работа над собой. Самое главное не бояться потерять, а наоборот думать о том, как украсить свои отношения, как сделать их прекрасными, интересными. Ну вот, кстати, ревность. Я думаю, все со мной согласятся. Для многих как раз и есть украшение отношений, которое добавляет какого-то огня, какую-то перчинку, эмоций больше добавляет в отношения. Нужны ли такие способы гармонизации отношений, как ревность? Ну, они могут какое-то время помочь, да, потому что, ну, как бы украсить это все. Естественно, после примирения человек настолько счастлив, что его предмет обожания остался у него в руках, и он его не потерял. И друг другу друг перед другом начинают, ну, что-то оказывать себе, какие-то стараться встать на цыпочки, я бы так сказала, и друг другу сделать приятное. Но через какое-то время люди привыкают, человек же адаптируется к таким, им нужно все больше и больше уровень эмоций. И этого уже недостаточно. Яркие ссоры, яркие примирения. Вот на ваш взгляд тоже. Можно заиграться, создавая такие ревностные ситуации, можно заиграться, и потом ничего хорошего не приведет. Лучше поперчинку создавать в чем-нибудь другом. Как правило, этим грешат женщины. Это я в какой-то психологической книжке вычитал. Я думаю, да, согласятся все с этим. Я не знаю, я против такого. У меня к жене ревности нет. А у жены к вам? Я думаю, тоже нет. Я не даю повода. Я слишком серьезен для этого. Ну, а потом я хочу подчеркнуть, что можно усыпить любую ревнивую женщину. Можно делать все, что ты захочешь. Вот я не просто даю такую рекомендацию, но просто ревнивцы, они как-то слепы. Потому что можно сказать, я тебя обожаю, и я тебя люблю, и больше тебя, кроме тебя, у меня никого нет. Уйти из дома и сделать все, что ты захочешь. Поэтому, знаете, ревность, она бессмысленна, я бы так сказала. Она ни к чему не приводит. И если человек захочет изменить, если человек захочет где-то с кем-то побыть, то он обязательно это сделает, если он этого очень сильно хочет. Ревнует его или не ревнует. А как быть с так называемой отраженной ревностью, когда человек ревнует не потому, что его половинка дает ему повод, а когда он сам в себе чувствует эту возможность. И известно, что самые ярые ревнивцы – это как раз те люди, которые сами могут изменить, не самые добропорядочные семени. Да, есть такое, и очень часто встречаются. Но это проекция. Обычно сразу, когда мы тоже даем такие же советы, когда вас ревнуют, вы отвечаете, ты судишь по себе. Можно ли быть более внимательным в таких случаях, когда тебя ревнуют без повода? Просто нужно объяснять человеку доходчиво. И, я не знаю, уделять, может быть, больше внимания, чтобы у человека не было повода ревновать. Больше разговаривать с человеком. Мы сейчас много говорили об измене. Измена – тоже понятие многогранное, как и ревность. Вот на ваш взгляд, что считать изменой? Только физическую измену или моральную и душевную близость с другим человеком тоже можно назвать изменой? Раньше считалось, что измена – это чисто такой физический контакт. Но для женщины физический контакт не так страшен, как эмоциональный, потому что мужчина так устроен, что он может это делать и без любви. Но когда он влюбляется, он уходит, потому что он где-то привязывается с сердцем. Но сейчас еще есть другие контакты. В социальных сетях, допустим, можно ли считать изменой, когда супруга на кухне варит борщ, а супруг сидит и смотрит. Когда ему интереснее проводить время с кем-то другим, с другими занятиями. Да, общается в интернете, по социальным сетям пишет какие-то эротические письма человеку, которого он никогда не видел. Что называется виртуальным сексом. Да, да. Можно ли это считать изменой? Для кого-то – да, для кого-то – нет. А вы что думаете? Человек каждый в свою меру воспитания, в свою меру, ну, все зависит от того, как они живут с мужем, да, и он расценивает измену по-разному. Очень много можно об этом говорить, дискутировать, да. Вот также сейчас у нас бич – это социальные сети, что полностью рушит семьи, это виртуальный секс, когда… Ну, вот это достойный повод, который может разрушить семью, или нет? Или это мелочь? Это достойный, это достойный. Вспоминается такая история, наверное, лет 5 она назад была, или 6. По всем каналам. Когда муж случайно удалил из одноклассников жену, она его за это убила. Значит, а по поводу физической измены, ну, это все равно, что как раз… Мне кажется, это тесно связано с чувством даже брезгливости. Вот вам бы понравилось, если ваша зубная щетка и вообще левый человек попользовался, а потом поставил. А потом вы об этом узнали. Все чистите. Да. Или там ваше нижнее белье там поносил какое-то, да, и потом повесил. То есть вот физическая измена, она как раз родни вот этому чувству как раз такой физической брезгливости. То есть, я не знаю, вам было бы приятно носить это белье, которое до вас кто-то носил? Нет. Наверное, тоже самое с партнером. Есть ли вообще жизнь после измены? Можно ли ее простить? Здравствуйте. Меня зовут Давлет Фомаль, студент Тверского государственного сельскохозяйственного академии. Вот. По моему мнению, что измены можно простить. Ну, бывают разные в жизни ситуации. В том смысле измены можно простить, если, например, у тебя есть семья, есть дети. Я думаю, что ради детей измену все-таки можно простить. Для сохранения семьи, чтобы они росли не с отцом, не с матерью, а вместе. Чтобы, как сказать, было полноценное детство. А если не будет гармонии между родителями, зачем тогда детям такая семья? Ну, по моему мнению, как сказать, ну, всякая ситуация бывает в жизни, но это уже каждый моральный принцип у каждого человека своя. Все согласны с нашим гостем, что измены – это то, что можно простить? В таком случае лучше как раз скрыть измену, если это был там одиночный какой-то случай. Лучше скрыть тогда, чтобы не разрушать семью, если говорить о данном случае. Ну, опять же, если что-то скрываешь, нужно помнить, что все тайное становится явно. Я могу сказать, что есть, ну, естественно, это все скрывается, у нас в культуре такое что-то надо скрывать, но иногда вот супруг или супруга вот с такой тяжестью не могут жить. Им очень тяжело, что когда-то у них что-то произошло, и они говорят, ну, вот ты знаешь, вот ты меня прости, конечно, но я вот, вот это все случилось, и рассказывает через какое-то время. И это тоже является причиной разлуки, развода, потому что вот всю свою тяжесть переносит на другого человека. Другой человек очень страдает, и я хочу сказать, что эти страдания очень тяжелые, они тяжело переносятся людьми. Можно ли простить измену? В любом случае это принимает решение каждый. Вот Амаль правильно сказал, что иногда люди жертвуют собой своими чувствами, переживаниями, они долго несут себе эту боль, может быть, через всю жизнь проносят. Но... Но ведь это тоже неправильно. Наверное, неправильно, но они выбирают из двух зол меньше. То есть они не хотят, чтобы их дети, они хотят сохранить семью ради детей. Но я как психолог хочу сказать, что это уловка. Никто никогда не сохраняет семью ради детей. Чистый психоанализ. Родители не хотят расставаться, и они говорят о том, что они хотят ради детей сохранить семью. Вот вы можете со мной не согласиться, но это чистый психоанализ. Мы об этом всегда говорим, что они не хотят просто расставаться и терять для друга. Потому что вот боль измены и страх потери, они идут рядом. Ну что ж, действительно, никуда, когда есть любовь, когда есть чувства, никуда от ревности, наверное, не деться. Как считают наши гости, аудитория наша, все-таки ревность – это показатель любви или между ними вообще нет ничего общего? Действительно ли тот, кто ревнует, тот любит? Меня зовут Роман. Я считаю, что ревность скорее недостаток любви, чем ее избыток. Это любовный угар. Это скорее крайняя форма верности. Человек пытается манипуляцией привлечь к себе внимание. Нужно это чувство принять и просто работать над собой и как-то вот по-доброму, без агрессии постараться к себе, если хочешь сохранить отношения, партнера расположить. Ревность и любовь – это одно и то же? Идут они вместе или все-таки ревность разрушает чувства? Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я считаю, что ревность, конечно, разрушает чувства, но и в то же время скрепляет их. Потому что ревность должна быть в любом случае, но в меру. Чрезмерно, если переборщить, то можно просто оттолкнуть человека от себя, а если вообще не обращать внимания, что общаешься там с кем-то, ну и общайся, то этим тоже можно человека оттолкнуть, потому что он не чувствует к себе какого-то влечения, не чувствует к себе какого-то внимания. Ревность, я считаю, что это показатель небольшого внимания. Интересная точка зрения, спасибо. Я бы хотела узнать, что об этом думают наши эксперты. Я хочу сказать, что ревность — это проявление интереса к другому человеку, я бы так сказала, уточнила. Потому что в любом случае своей ревностью человек хочет сказать, ты мне дорог, и я не хочу тебя терять. И чем сильнее уровень интереса, оно, конечно, не сопровождается уровнем ревности. Ревность — это проявление самого человека, это способность его реагировать на тот или иной случай. И в этом плане я согласна с Андреем. Но я хочу сказать, что ревность — это всё-таки проявление влюблённости, потому что мы часто путаем любовь и влюблённость. Но влюблённость — это инстинктивное брачное поведение. Это нам дано природа, это на уровне подсознания у нас есть, это программа природы, которая даёт нам возможность выбрать достойного нам партнёра для того, чтобы продолжить род человеческий. Поэтому мы выбираем это на уровне подсознания своего партнёра, мы испытываем очень сильные эмоциональные чувства и положительные, и такие же эмоциональные отрицательные, потому что мы боимся это всё потерять. Ну что ж, мы пришли к выводу, что ревность — это сложное, многокомпонентное чувство. В нём есть и страх потери, и обида, и чувство собственной какой-то неудовлетворённости жизнью, может быть. Проявляется оно и у женщин, и у мужчин, конечно, по-разному, но в той или иной степени свойственно каждому из нас. И мы с помощью наших экспертов решили, что ревность — это то чувство, которое нужно пытаться контролировать. Сейчас мы выясним, как это сделать. Мы продолжаем снимать печати тайн с вопроса ревности. Мы уже говорили о том, как человек себя должен вести, когда он испытывает чрезмерное чувство ревности по отношению к своему партнёру. Он должен понимать, что не нужно угнетать этим свои отношения. Хотелось бы ещё поподробнее поговорить о том, кто становится объектом ревности. Как всё-таки сгладить, попытаться вот это со своей стороны? Ведь тоже можно что-то сделать. Конечно, вот когда человек испытывает ревность, в этом плане проще даже, потому что ты можешь мир изменить невозможно, а себя возможно. Но когда ты являешься объектом ревности, это достаточно сложно, потому что ты должен убедить другого человека в том, что он ошибается. А убедить его очень сложно, и сказать ему это очень сложно. И изначально люди начинаются подстраиваться по другого человека, объяснять ему, что это всё неправильно, всё это, и объяснять ему. Но в конечном итоге, я уже говорила, что нужно понимать, что у другого человека, который вас ревнует, у него очень сильные дефициты. И поэтому можно эти дефициты пополнить тем, что уделять ему чуть больше внимания. И обязательно учитывать его особенности, уделять ему внимание. И возможно, тем самым дать ему понять, что он очень значимый в своей жизни человек, и он успокоится. Но на некоторых это не влияет, потому что, наверное, проблемы очень серьёзные. И тогда, конечно, нужно подумать и поработать самому над собой. Если это невозможно, обуздать ревность другого человека по отношению к себе, то второй путь – это расстаться с этим человеком. Люди расстаются. А можно ли по-другому? Только два пути есть. Мы сейчас говорили о том, что измену можно либо простить и жить с ней дальше, либо опять же… А есть ещё третий путь, Кристина. А вот просто смириться с тем, что простить человеку его чувство ревности, понять, что он не может иначе. Да, да, есть этот третий путь. Я хотела об этом сказать, что можно просто подчиниться другому человеку. И весь свой смысл жизни, все свои цели, задачи – подчинить этому человеку. Это тоже выход. И какой будет результат, нужно будет потом обижаться только на себя, если это будет принято. То есть все возможные варианты. Можно каждый выберет себе свой. Ну что же, я думаю, самое время подвести краткие итоги нашей программы. По традиции, в заключение, я даю слово каждому из наших гостей, экспертов. Прошу вас очень кратко, ёмко сформулировать основные правила, как всё-таки уберечься от мук ревности и сохранить свои отношения в гармонии. Мой совет или просьба к тем, кто ревнует – просто включать свою голову. На то нам здравый смысл и да. Для этого оно и есть у нас. Живите сами и дайте жить другим. Организовывайте свою жизнь. Не надо тогда будет ревновать. Если вы будете интересны, достойны, умны, вам не надо будет никого ревновать. Вас будут тогда ревновать. Любите. Надо искренне любить человека. Это второй принцип. Ну, искренне любить. Любовь – это когда ты позволяешь другому быть самим собой. Даже если тебе это не нравится, но ты даёшь ему возможность, и это тебя наполняет. Ты наполняешься этим человеком. И, в-третьих, я бы сказала, работайте над собой, и вам не придётся никого ревновать. Вы будете самодостаточны. Прекрасный комментарий, полезный очень совет от нашего постоянного психолога. Спасибо. И, Ольга, в заключение, ваши правила – как сохранить гармонию и не убить отношения муками ревности? Ну, повторюсь, также больше работать над собой, больше уважать своего партнёра, доверять ему и не давать волю чувств. Спасибо. Сегодня мы снимали печати недосказанности со сложной и важной для каждого из нас темы – ревности. Ревность – это один из самых непредумышленных человеческих грехов, написала в своём романе «Айрис Мёрдок». Поэтому действительно, прежде чем изводить своего близкого человека ревностью, подумайте, может быть, её источник кроется в вас самих? Не будьте эгоистичными, дайте свободу своему человеку. Конечно, ревность может быть солью любви, но когда её слишком много, никаким чувствам не остаётся места. Будьте внимательны друг к другу и к своим отношениям.